МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночью в зоне боевых действий было неспокойно. Под танковый огонь попалось село Опытное. Стрельбу слышно было и под Артёмовском, возле посёлков Ленинское и Шумы. Дважды за ночь мины разрывались и в Широкино под Мариуполем. Местные жители говорят, перемирие у них так и не наступило. Люди рассказывают, устали сидеть в подвалах. В укрытие спускаются лишь во время особо сильных обстрелов. А я в подвале, только когда в экстренных случаях. И у меня подвал сырой, слабый. Рядом у соседки чуть получше, тоже сырой. Я хожу туда на крайнюю улицу, нас там компонуются несколько человек. Мы там все кушать приготовляем, ну как, компанией. Потому что страшно, скучно. Под огнём Авдеевка в городе софиксированы обстрелы из артиллерии. Сообщают штабе АТО. Взрывы раздаются и в районе шахты Бутовка. В районе Песок под обстрел попала миссия БСЕ. Среди наблюдателей никто не пострадал. После недель тишины в Донецке снова звучат взрывы. Накануне снаряд пробил крышу одного из зданий железнодорожного вокзала. Но не разорвался. В момент обстрела в помещении находилось четверо сотрудников. Никто из них не пострадал. По словам работников, разрушены перекрытия и пробита система отопления. Услышали взрыв. Пошли смотреть. Увидели разрушение. Повреждение было у нас на чердачном помещении. Повреждена труба отопления. Есть отверстие, пробито перекрытие на третьего этажа. Ну и вода, естественно, пошла с отопления, залило устройство. На месте работают представители миссии БСЕ. По сообщениям местных жителей, сегодня в городе тихо. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать коммуникации в Киевском и Петровском районах города. И в поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. Анастасия Пугач, телеканал Донбасс. Трасса Бахмутка на Луганщине остается горячей точкой. Этой ночью по селу Орехово стреляли из тяжелой артиллерии. К счастью, снаряды разрывались на окраинах. В самом населенном пункте жертвы и разрушений не зафиксированы, сообщают в Луганской военно-гражданской администрации. В прифронтовом селе побывал Александр Махов. В селе Орехово с момента объявленного перемирия это первый обстрел. Местные жители услышали взрывы поздно ночью. Из-за ночного обстрела в единственный магазин села не привезли продукты. Хлеб здесь еще недельной давности. Полки практически пустые. А вот в местной школе занятия решили не отменять. Хотя и пришли всего семь учеников. Педагоги стараются наверстать школьную программу. Ведь во время боевых действий дети не учились несколько недель. Также за последние сутки боевые столкновения были зафиксированы вблизи села Сокольники в Новоядарском районе. Александр Махов, Валерий Рябченко, Леонид Мелешко, Телеканал Донбасс. Жители прифронтовых городов Донбасса, массово уезжающие на более безопасные территории, оказались лишенными всего. Власть до сих пор не в состоянии обеспечить их нормальным жильем. А несовершенное законодательство не дает возможности получить статус переселенца и государственную помощь. Как они выживают, расскажет Виктория Чистюхина. Спим на дверях. Видите, двери положили на стулья. Уже два месяца вот так живет семья Мазановых из станицы Луганской. Вернуться в родной поселок Ольга и хотела бы. Но лучше спать на жесткой двери, чем вообще не спать из-за обстрелов. Болит спина, плохо спать. А куда деваться? Уже хоть снаряды не летают над головой. Нанять машину за тысячу гривен успели, а вот вывезти мебель нет. В ночь на 20 января бежали за 80 километров от станицы Луганской в поселок Новоайдар. С крыши над головой помогли неравнодушные местные жители. Правда, в доме нет воды. Мазановы носят ее ведрами. Кровати хоть и старые принесли соседи. Все остальное пришлось сооружать собственными руками. На окнах покрывало, в доме гуляет ветер. Отопление не спасает. Но, несмотря на экстремальные условия, Мазановы не теряют оптимизма и стараются просто жить. Вот только воспоминания не отпускают. Никакой помощи от государства Мазановы так и не получили. Статус переселенца им не положен. Выехали из подконтрольной Украине территории. Кормит семью бабушка. Как пенсионер она получает продуктовые наборы. Чтобы как-то выжить, Татьяна и Валерий вместе с коммунальщиками благоустраивают поселок. Эту работу им предоставил Центр занятости. Но лишь на месяц. В Луганске мы все работали. Я работала на стройке. Муж у меня автодорожник на дороге. Все жилов с молодой сейчас. Ну, конечно. А это уже сама станица Луганская. На пустынных улицах не встретишь людей. Многие дома разбиты. А вот жилище семьи Мазановых уцелело. Сейчас за ним присматривает сосед. Он среди тех немногих, кто остался в старой Кондрашовке. Я ранение получил. У меня вот как раз в огороде снаряд упал. Вот это стекла разбиты. Ранение есть. Вот рука сейчас немеет. Мне некуда уезжать. Я здесь пенсию получаю. Получить пособие по инвалидности, как чернобылец, Федор пока не может. Причина задержки все та же. Боевые действия. База данных в станице Луганской. А это работа в ручном режиме. Нам не хватает сервера, мощного сервера, для того, чтобы обрабатывать информацию. Половина населения, уехавшая из станицы Луганской, а это около 17 человек, поддержки от государства не получают. Официально они не переселенцы, потому как город находится на подконтрольной Украине территории, и там работает местная власть. Мы будем инициировать все же таки внесение изменений до постановы, которая вызначает порядок этих населенных пунктов, где нужно. Давать такой статус мы переглянемо и не дамо свои пропозиции. В Донецкой области эту проблему уже решили. Статус переселенца жителям прифронтовых городов и сел предоставляют. И люди могут получить выплаты. Переселенка из Горловки Татьяна Слупская вынуждена жить в вагоне на Славянском вокзале уже два месяца. Временное пристанище для Татьяны превратилось в постоянное. В туалет женщина ходит на вокзал, душ принимает в депо. Ничего у меня нет, просто нет. Подушку мне тоже девочка уехала, оставила и простынь. Чем укрываетесь? Курткой. Сегодня в Украине зарегистрировано более миллиона переселенцев. Только в Донецкой области свыше 400 тысяч. Расстелить людей попросту некуда. А после принятия закона об особом порядке на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и волонтеры, и чиновники ожидают новую, более массовую волну выехавших. Ни область, ни Украина взагалі, як країна, не була готова жити в таких умовах. И надати житло людям, переселивши їх ось так, з однієї території на іншу, це дуже важко. Найти где-то житло, чоловіку, який абсолютно не знає, куди йому в'їхати, дуже сложно. І проблема в тому, що у нього немає денег оплачувати це житло. Програма для переселенців сейчас существує только на бумагі. Коли она заработає, в Минсоцполитики сказати не можуть. Громадськість і, зокрема, волонтери, з якими ми тісно співпрацюємо в рамках підтримки внутрішньо переміщених осіб, соціальній підтримки, вони вимагають більшої конкретики. І якщо відверто, то саме це стало приводом того, що вона сьогодні ще в процесі обговорення. Поки програму дорабатывают, переселенці справляются со своїми бедами сами, ні на кого не рассчитывая. Але одна надежда у них все же є. Може жена ладиться, і ми дому все поїдем. Викторія Чистюхина, Владимир Конопля, Ілона Свердун і Олег Жук. Специально для телеканала «Донбасс». В апреле гуманитарний штаб Рината Ахметова доставить мирним жителям Донбасса полмиллиона наборов для выживання. Це гуманитарна допомога для наиболее незащищенных категорий населения. Пакеты с їдою раздають не только на пунктах. Помощь получають у тех, кто не може по разным причинам покинуть пределы квартиры. Подробнее наши корреспонденты. Сгоревшие квартиры, фанеры вместо окон. Так выглядят многоэтажки в пострадавшем от обстрела в Київском районе Донецка. В этих домах живет несколько человек, которые во время боевых действий не смогли покинуть свое жилище. Из-за болезни Людмила Филярская не покидает пределы квартиры. Пенсионерка стала невольной свидетельницей всех арт-дуэлей с начала боевых действий в городе. Под обстрелами женщина живет почти год. Еще месяц просидела без света, тепла и воды. Сейчас как у вас? Стреляют и сильно стреляют. Куда пойду, если я не хожу. Я уже 10 лет не выхожу из дома. Пенсионерке помогают соседи. Ежемесячно Людмиле и ее мужу доставляют на дом продуктовые наборы волонтеры штаба Рината Ахметова. Из этой гуманитарной помощи Людмила готовит суп и варит каши. Таких, как Людмила, узников в своих домах и прикованных к постели в районе сотни. Люди не могут никуда уехать. Они абсолютно недвижимы. И очень старенькие. Нет ни родственников, никого. Таким людям мы приносим помощь в эти районы. Вот я покупала неделю тому назад. Елена Исаченкова потратила всю свою пенсию на лекарства. У женщины глаукома и все чаще приходится выбирать. Отдать последние деньги на еду или медпрепараты. Таблетки и капли ей необходимо принимать регулярно, иначе слепота. Вот я утром встала, я съела три ложечки овсянки. Вот это мой завтрак. Выживает Елена за счет продуктов из набора. Банку тушенки бережет на особый случай. Из родственников у пенсионерки лишь сестра в Бердянске. Но и с ней теперь не свидеться. У дончанки нет пропуска. Начинала свою жизнь с войны, потому что мне было 10 лет, когда началась война. И вот сейчас. И придется заканчивать жизнь. Доставляют продуктовые наборы домой не только жителям Донецка. Мобильные группы волонтеров гуманитарного штаба работают также в Макеевке, Снежном, Торезе и Шахтерске. Для Рената Ахметова этот вопрос находится на особом контроле, поскольку этим людям больше не на кого рассчитывать и не к кому обратиться с этой просьбой. На сегодняшний день доставлено более 8 тысяч продуктовых наборов для людей с ограниченными возможностями. На этой неделе мобильная группа волонтеров отправится в поселок Новый Свет Старобешевского района Донецкой области, чтобы доставить продуктовые наборы 32 беременным. Данил Киреев, Владимир Коноплятель, канал «Донбасс». Переселенцы из Донбасса сегодня в Киеве пикетировали здания кабинета министров. Люди протестовали против новых правил регистрации переселенцев, принятых правительством 4 марта. Согласно им, чтобы получить статус временно перемещенного лица, теперь необходимо пройти проверку еще одной инстанции – миграционной службы. По словам протестующих, дополнительный контроль со стороны государства усложняет процедуру получения справки переселенца и унижает их как граждан Украины. Ко мне домой, там, где я на данный момент живу, должна прийти милиция, проверить, нахожусь ли я там, действительно ли я там живу и чем я вообще там занимаюсь. То есть, получается, меня, наше государство воспринимает как какого-то преступника. И сегодня переселенцы подали иск в окружной административный суд Киева. Они требуют признать незаконным и отменить постановление правительства номер 79, согласно которому все, кто переехал из зоны боевых действий, теперь обязаны регулярно наведываться в органы местной власти по новому адресу проживания. Подробнее в следующем сюжете. Елена Прятко уехала из Донецка в мае прошлого года. Вместе с матерью-пенсионеркой живет в Киеве. Последнее требование к обмена к переселенцам, говорит Елена, унижает человеческое достоинство. Как будто мы зэки освободившиеся. Меня лично это постановление очень унижает. И я не хочу, чтобы меня контролировали. Я равный гражданин этой страны. Я имею паспорт гражданина Украины. Понимаете, я уважаемый человек, я адвокат, я никогда в этой жизни не делала ничего предусыдительного или плохого. Ну то есть я не нарушаю законодательство. Постановление правительства 4 марта обязывает всех переселенцев, независимо от того, в командировке или отпуске человек, в течение 10 дней появиться в органах власти по новому месту проживания. Если переселенец этого не сделает, его могут снять с учета и лишить государственной помощи. При смене места жительства человек также обязан уведомить об этом миграционную службу. А милиция будет проверять, действительно ли по указанному адресу проживают переселенцы. То, что на прошлой неделе правительство придумало очередную пакость, унизив тем самым около 3 миллионов переселенцев в нашей стране, я считаю это недопустимым. Приравнять сегодня переселенцев к людям, как бывшим заключенным, такого нет вообще ни в одной стране мира. Парламентская ассамблея Рады Европы, парламент, все заявляют, даже украинская, хельсинская правовая группа четко сказали, это нарушение прав человека. У нас в Конституции написано, каждый человек имеет право на свободное передвижение. У нас отменен институт прописки в Украине. Постановление Кабмина от 4 марта нарушает права около 3 миллионов граждан Украины, которые были вынуждены оставить свои дома на Донбассе, отмечают ИСЦИ. Пока иск с требованием отменить это решение они подали в окружной административный суд Киева. Но если понадобится, будут бороться за права переселенцев и в европейских судах. Илона Свердун, Телеканал Донбасс. Шахтеры государственного предприятия «Солидов уголь» вышли на стихийную забастовку. Около 300 горняков шахты Украина требует погасить задолженность по зарплате. Денег им не платят уже четвертый месяц, сообщают в независимом профсоюзе горняков Украины. Сколько продлится забастовка, шахтеры не уточняют, однако подчеркивают. Ситуация в отрасли сложилась катастрофическая. По словам горняков, в Министерстве угольной промышленности не хотят видеть проблемы и не выходят на связь с профсоюзом. Мы дошли готовить черты, когда уже, ну, терпеть, нет возможности. На сегодня я вам могу сказать, значит, задолженность по заработной плате трудачейся экспедиции «Солидов уголь» Это на 20-е, на 30-е, составляет 115 миллионов 998 тысяч. Ну, без малого 116 миллионов. Первую смену в административное здание приехала первая смена шахты Украина. И, ну, люди подставили вот эти вопросы. Основной вопрос – это вытрость заработной платы. 33 населенных пункта Донецкой области все еще остаются обесточенными. Восстановительные работы идут ежедневно, трудятся не меньше 200 бригад. Сегодня энергетики ДТЭК приступили к ремонту линий электропередач в поселке Старомихайловка под Донецком. Там из-за боевых действий света нет с августа прошлого года. Восстановительные работы продолжаются в Дебальцево, Углегорске, Маринке, Авдеевке и поселке Октябрьский на окраине Донецком. За минувшую неделю аварийные бригады возобновили электроснабжение в Красногоровке и еще 15 селах Донеччины. В Марковке на Луганщине правоохранители выявили подпольную АЗС. Там местный житель реализовывал контрабандные горюче-смазочные материалы. Предприниматель решил вкладывать деньги не в валюту, а в бензин и дистопливо. Горючих сбережений было найдено более 20 тонн. Подробнее Виктория Ковалева. Жители Марковки недоумевают. Двор местного СТО оцепили правоохранители. Внутри ведется обыск. На этом СТО уже более полугода хранились и реализовывались контрабандные горюче-смазочные материалы. Но односельчане об этом даже не догадывались. Я не чувствую даже ни за спирт, ни за топливо, ни за тело. У меня и своя машина была. Я ни разу не заплатил. Это понимаете, СТО. Они машины ремонтируют. Вот это они делают. Тут пригоняют машины, сюда кто-то ремонтирует. А так мы тут не чувствуем. Сотрудниками государственной фискальной службы была получена оперативная информация о незаконной деятельности одного из жителей Марковского района Луганской области. Указанный гражданин в складских помещениях организовал деятельность подпольной автозаправочной станции. В помещениях он хранил большое количество бензина и дизельного топлива, которое реализовывалось местному населению. Без каких-либо документов. В ходе обыска правоохранители обнаружили более 12 тонн дизельного топлива, 11 тонн 92-го бензина и 3,5 тысячи бутылок ликероводочных напитков с признаками фальсификации. По словам правоохранителей, алкоголь предназначался для контрабанды в Россию. По имеющейся информации, указанные ГСМ были незаконно ввезены из территории Российской Федерации на территорию Украины. Ликероводочные изделия возились в Россию, а из России завозились галюче-смазочные материалы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Ведется следствие. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Берегите себя и близких. До встречи на телеканале «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин